Выпускница Самарского юридического института в СИН России Варвара Забелина уже строит планы на будущее. ВУФ девушка окончила на отлично и с нетерпением ждет распределения по специальности. Связать свою жизнь со службой исполнения наказаний решила еще в юном возрасте, следуя примеру родителей. Для меня это ответственность перед народом, перед людьми, перед нашей страной. Это защита закона, защита чести и порядка. Уже готовится служить родине и выпускник Алексей Баранов. Не так давно он подписал контракт и в скором времени отправится в Оренбургскую область, в свой родной город Бузулук. Сейчас как никогда важно держаться вместе и стоять на защите интересов своей страны, отмечает Алексей. Помогать бойцам на передовой нужно не только словом, но и делом. Сейчас очень, наверное, важно за спиной иметь какую-либо опору и надежность. Ну, давайте будем смотреть правде глаза. Очень хорошо спится, когда знаем, что у нас сильная армия. В наше время сейчас очень важно иметь хороший исполченный контингент полиции, Росгвардии. Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам в СИН России состоялась на площади Славы. Для собравшихся выступили ансамбль барабанщиц, взвод карабинеров и оркестр областного управления Росгвардии. В этом году учебным заведением подготовлен 131 специалист для уголовной исполнительной системы России из 33 регионов страны. Самарский юридический институт в СИН России – единственный вуз силовой структуры в Самаре. В него включены три факультета и 11 кафедр. Курсанты изучают целый спектр дисциплин – от специализированных предметов по вопросам режима и охраны осужденных, огневой и физической подготовки до юридических наук, а также общегуманитарных – философии, психологии и иностранных языков. У вас будет все впереди, у вас будет карьера, у вас будет рост. При соблюдении трех условий – честно, справедливо и зашито честь. Вы должны делать все, чтобы не огорчать своих родителей в первую очередь. Запомните, для вас никто так не заботится, так не переживает, как ваши родители. Так, делайте так, чтобы они всегда радовались за вас. Выпускники института будут служить в территориальных органах в СИН России, исправительных колониях, следственных изоляторах, колониях-поселениях. Некоторые будут вести надзор за теми, кто получил условные сроки. Кто-то из выпускников уйдет в подразделения, осуществляющие конвоирование осужденных и лиц, находящихся в следственных изоляторах. Это перевозка в спецавтомобилях, железнодорожным, речным и воздушным транспортам граждан, которые совершили преступление, либо находятся под следствием. Всего за 29 лет в институте было подготовлено более 10 тысяч специалистов. Ольга Павлова, Игорь Казановский. События. Субтитры создавал DimaTorzok